Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Сегодня поговорим про биткоин, также расскажу про ситуацию в Канаде, которая является лучшей рекламой для главной криптовалюты, покажу тебе отрывок из интервью Марка Кьюбана, который на данный момент считает альткоины самой большой возможностью со времен создания интернета, также послушаем Джордана Питерсона, который призывает выводить свои деньги из банков, кстати говоря, в Москве это уже делают, и закончим тем, что сети Terra Luna и Algorand взрываются и бьют все рекорды по развитию. Будет очень интересно, поэтому, как обычно, я благодарю тебя за поддержку лайком, а тайм-коды для экономии твоего времени будут в описании. И начнем с Марка Кьюбана и его интервью. Марк, что вы думаете насчет того, как рынки реагируют на эти события? Сейчас все очень обеспокоены Украиной и тем, как разрешится этот кризис. Останется ли этот кризис тем фактором, который будет формировать настроение инвесторов в ближайшем будущем? Рынки всегда реагируют чрезмерно на любые громкие новости, особенно после большого роста, потому что инвесторы хотят защитить свои прибыли. Так что люди выходят в кэш. Но реальность в том, что когда ставки повысят до 3-4%, найдется не так много хороших вариантов, куда можно будет вложить этот кэш. Собственно, в эти варианты люди и начнут заходить, когда будут возвращаться на рынки. Люди вернутся к рынкам. Что вы скажете сейчас? Сейчас криптовалюта имеет разные способы использования и полезности. Биткоин это как альтернатива золоту. Эфириум это буквально язык программирования для смарт-контрактов. Он позволяет тебе построить различные приложения. Инвестировать в криптовалюты так же нормально, как инвестировать в остальные активы. Ты должен выбирать монету, думая о том, будут ли ее использовать банки, люди или бизнесы. Если ты думаешь, что ответ «да» и эта монета представляет полезность, то инвестируй. Если ответ «нет», не инвестируй. Основная задача в криптовалюте – это отделить стоящие проекты от нестоящих. Это буквально как в начале доткомов в 1995. Люди тогда также возбудились и инвестировали во все подряд, потому что это было что-то новое. И сейчас мы видим это в криптовалюте. Если ты найдешь криптовалюту или приложение, которое реально несет полезность, инвестируй в нее. Мне показалось, или Марк только что буквально сказал, что альткоины сегодня – это такой же шанс, как доткомы в 1995. Единственной нашей задачей является выбор проекта, который действительно полезен, имеет способы использования или рабочий продукт, который окажется нужным в будущем, так как в свое время оказались Amazon, Apple, Google, Microsoft и так далее. Исходя из этого интервью, кажется, что все обвалы в прошлом выглядят как возможности, но обвалы в настоящем всегда кажутся огромными рисками. Из чего мы делаем вывод, что обвал – это возможность, которую хотелось бы хотя бы частично использовать, ну а подождав 2-3 года после обвала, получить свое заслуженное терпением богатство. Ну а теперь я хочу перейти к ситуации в Канаде, которая буквально делает рекламу биткоину. Канадский психолог, писатель, автор информационных каналов Джордан Питерсон предупреждает, что прямо сейчас в Канаде происходит не что иное, как банковский кризис, который граничит с банковской паникой. То, что мы наблюдаем в Канаде, случается крайне редко. Ведь власти Канады начинают замораживать банковские счета участников протестов против известной болезни и ограничений с нею связанных. Это приводит к тому, что огромное количество людей бежит в банки, чтобы снять свои деньги. Давай послушаем Джордана Питерсона, прокомментируем его предупреждение, а затем посмотрим на один интересный график, который показывает, что банковская система Канады испытывает колоссальное давление. У меня был контакт с достоверным источником из канадских вооруженных сил, и он сказал мне сегодня, что если я в своем уме, то я должен вывести деньги из канадских банков, потому что ситуация намного хуже, чем нам сказали. И это только одно сообщение из многих, которые я получаю ежедневно. Давай вспомним, что сделал наш премьер-министр на прошлой неделе. Он практически уничтожил 20% веры канадцев в канадскую банковскую систему и запятнал репутацию Национального банка на десятки лет вперед. Джордан получает информацию от элиты военного мира Канады о том, что гражданам стоит забирать деньги из банков прямо сейчас. И к чему привели такие действия правительства Канады? К тому, что 20% населения Канады полностью потеряли веру в банковскую систему. Напомню, что Канада пыталась заблокировать также и криптовалютные кошельки участников протестов, но у нее не получилось. Как по мне, это огромный сигнал для людей, чтобы они задумались и наконец осознали, что такое на самом деле биткоин. У меня есть знакомые в Москве, которые говорят, что в российской столице многие люди тоже начинают либо задумываться, либо уже обналичивать свои деньги из банков. Напиши, если ты из Москвы, правда ли это? Я много раз повторял, твои деньги не в безопасности, если ты хранишь их в централизованных криптовалютных биржах или тем более в банках. Их в любой момент могут заморозить. И мы уже видим это в Канаде и увидим в других странах в будущем. Просто посмотри, что происходит с канадскими банками. Люди буквально побежали снимать свои деньги из этих банков. Посмотри, какие скачки огромные просто. И биткоин это ответ на это. Он был создан как раз поэтому. Также вспомним о новых законах, которые уже были предложены для банковской системы. Исходя из этих законов, банки во время нового финансового кризиса получат право замораживать депозиты вкладчиков для своих нужд. То есть собственного спасения. Твой депозит в банке не обеспечен полностью. Ведь если ты принес в банк 1000 долларов, то грубо говоря 900 долларов банк забирает в оборот. И будет хорошо, если твой депозит в итоге будет обеспечен хотя бы на 100 долларов. Если все побегут забирать деньги, это будет коллапс банков. И если сейчас просто ждать и ничего не делать, можно однажды остаться без своих сбережений. Поэтому я не могу понять, почему в это время, в такое время, кто-то вообще задумывается о том, что можно продавать биткоин. Кто-то вообще его продает. Ведь только биткоин может стать альтернативой этому беспределу. Но хотя бы физическое золото или серебро на крайний случай тоже должно быть у тебя. Банки, банки не смогут отобрать твои биткоины или золото. Если ты продаешь биткоин из-за страха перед войной или социальными потрясениями, ты абсолютно не понимаешь, чем ты владеешь. И почему это так жизненно важно, особенно в такой момент. Пишет Джеймс Левиш. Я абсолютно с ним согласен. И наконец мы переходим к новостям из мира биткоина и криптовалюты. Таких как Terra Luna и Algorand, чьи сети сейчас взрываются, несмотря на падение криптовалютного рынка. Начнем с биткоина, который держится выше 38 тысяч долларов. Альткоины тоже неплохо сегодня восстанавливаются от 5 до 10 процентов и даже фондовый рынок США немножко зазеленел. Возможно это из-за экстренного сообщения президента Байдена насчет ситуации Украины и России. Но все равно страх на рынке до сих пор экстремальный. И знаешь, что самое интересное было в экстренном сообщении Байдена? Нет, не санкции. А то, что он очень обеспокоен газом и ценами на него, он прямо-таки подчеркнул, что Соединенные Штаты должны делать все, чтобы из-за санкций цены на газ не вышли с-под контроля. Ведь Россия является его основным экспортером. Кроме этого, из-за новых санкций против России у Федеральной резервной системы США внезапно нарисовались проблемы с процентными ставками. Ведь эта ситуация буквально может заставить ФРС США повысить процентные ставки еще больше, чем они планировали. И все опять же зависит от нефти и газа. Так как нефть является частью множества товаров, увеличение цены на нее увеличит инфляцию цены на эти товары в том числе. Вот такая забавная ситуация. На данный момент нет никакой ясности ни по одному из этих вопросов. И все зависит от того, что будет происходить между Украиной и Россией дальше. От этого зависит даже то, что будет делать ФРС США в этом году. Теперь я хочу поговорить про хорошие события для биткоина. Например, комитет Сената Бразилии одобрил законопроект о регулировании криптовалюты. Об этом законе писали еще в прошлом году и сегодня наконец он был принят. И сначала ты скажешь, ну и что тут такого, что тут хорошего? Ну давай разберемся, когда вообще большие деньги заходят в тот или иной актив? Только тогда, когда этот актив законно регулируется на территории страны. Так что инвесторы Бразилии теперь имеют новый класс регулируемого актива, который регулируется в этой стране. Пенсионные фонды, хедж-фонды, просто индивидуальные инвесторы смогут активно и законно участвовать в инвестициях в биткоин и другие криптовалюты. Вот почему регулирование биткоина в Бразилии для меня кажется позитивным. В Канаде существует биткоин ETF, который называется Purpose. Посмотри на эту диаграмму. Здесь мы видим, как изменяется количество биткоинов под управлением этого ETF. Мы должны это понимать, как количество биткоинов, которые купили инвесторы в этот ETF. И буквально на днях, как мы видим, это количество достигло исторического пика. Биткоин падает, а инвесторы в этот биткоин ETF в Канаде буквально достигают исторического пика. Интересно, правда? Возможно, это как-то связано с тем, что банковские аккаунты в Канаде могут заморозить. Также посмотри на этот интересный график. Синим здесь обозначена цена биткоина. И как мы видим, на протяжении 6 лет существует один массивный тренд, от которого цена биткоина постоянно отскакивает. Он обозначен этой красно-розовой линией. Только однажды цена биткоина провалилась ниже него из-за коронавируса в марте 2020, но затем этот трендлайн снова стал поддержкой. И прямо сейчас мы находимся прямо на нем. Очень опасная ситуация. Я думаю, что может случиться что-то вроде марта 2020, а затем цена биткоина все равно восстановится и будет оставаться выше этого трендлайна. Далее очень интересные события произошли с компанией Puma, которую ты наверняка знаешь. Она поменяла свое имя на PumaEath, то есть Ethereum, в Твиттере. Сделали они это после покупки децентрализованного URL-адреса и при этом запустили собственный токен NFT. Как мы видим, еще один бренд заходит в NFT-метавселенную. Кажется, компания начинает прощупывать этот новый тренд. А значит, он все еще очень ранний, поэтому нельзя его игнорировать. Это все равно, что инвестировать в компании, которые производят смартфоны до того, как эти смартфоны распространились по всему миру. А теперь я хочу поговорить про Terra Luna и Algorand. Terra Luna с каких-то пор стала одной из моих любимых криптовалют, но Algorand я сейчас даже не держу. Тем не менее, обе эти сети показывают какой-то нереальный рост. Давай начнем с Terra Luna, а потом закончим Algorand. Terra имеет свой собственный стейблкоин TerraUSD или же UST. Так вот, ранее этот токен не был ничем обеспечен, кроме как самой Terra. И поэтому они решили сделать ход конем и привлекли целый миллиард долларов для обеспечения своего стейблкоина. Потом они перевели этот миллиард долларов в биткоин. И это то, что начинает частично обеспечивать стейблкоин TerraUSD. В отличие от USDT, который централизован даже на этапе обеспечения долларами своих стейблкоинов, Terra делает по-настоящему децентрализованный стейблкоин, который будет обеспечен не долларом США, а биткоином. Это по-настоящему смелый шаг. Мы видим, как Terra намечает новый тренд. Стейблкоины будут потихоньку уходить от доллара, искать способы заменить доллар и отказаться от доллара. Все по канону биткоина. Но это еще не конец для Terra Luna. Дело в том, что с каждым выпуском стейблкоина TerraUSD происходит сжигание токенов Луны. Посмотри на этот график. С ноября 2021 мы наблюдаем уверенное сокращение предложения Terra Luna. Также, если мы посмотрим по датам за последний месяц, то увидим, что за февраль этого года предложение Terra Luna практически уменьшилось на 5 миллионов монет. Так что сжигание монет происходит достаточно серьезное. Но кроме этого, мы видим, как в сети Terra Luna происходит рост залоченной стоимости. И хотя она сейчас не находится на историческом пике, но посмотри на общую картину. Фактически, она растет. И очень хорошо при этом. Сеть Terra Luna растет, несмотря на падение криптовалютного рынка. И, наконец, я хочу поговорить про Algorand. Algorand, в отличие от Terra, еще не так вовлечен в DeFi. Приблизительно на том же уровне, как и Cardano он находится. Однако, недавно у них запустилась децентрализованная биржа Algorand. Как Sunday Swap у Cardano. Algorand и Cardano запустили первые свои децентрализованные биржи. И это хороший шаг на пути к DeFi. И это уже сказывается на Algorand. Посмотри на рост залоченной стоимости в сети Algorand. Она бьет исторические пики, находится в хорошем растущем тренде. Это значит, что принятие Algorand растет. Кроме этого, есть отличные новости от Vesta Equity. Платформа, которая занимается революцией в мире недвижимости и финансов. Дело в том, что они собираются запустить рынок недвижимости в виде NFT на Algorand. Так что, как по мне, у Algorand отличное будущее, так же, как и у Terra, Луны. Напиши свои любимые альткоины в комментариях под этим видео. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видеороликах. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!